Я чувствую, что я не чувствую. Я знала один секрет, и мне он безумно помогает. Плачу, как будто такое горе, ёптель-моптель было у меня там. Люди думали, что меня не кормят, и что я умираю. Ещё раз ты ко мне подойдёшь, я тебя убью. И все мы умрём. Все мы умрём. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня будет видео «Вопрос-ответ». Я в своём инстаграме сделала пост, где вы могли задавать вопросы, которые вас интересуют, и сказала, что самые необычные вопросы, и, может быть, те, на которые я ещё не отвечала, я обязательно сниму отдельное видео и отвечу на ваши вопросы. Давно я не снимала такое видео, и уже поднакопились вопросы, новые вопросы поднакопились, и мне очень нравится отвечать, честно говоря, на ваши вопросы. Это одна из моих любимых рубрик, честно говоря. Но я заметила, что всё-таки вопросы и не меняются. из года в год, из месяца в месяц, потому что появляются новые люди, и всё равно задают одни и те же вопросы. Я их немного опустила, потому что можно посмотреть предыдущие видео «Вопрос-ответ» и, в принципе, всё там увидеть. Некоторые я вопросы охватила, которые несколько раз так или иначе их задавали. Ну, в общем-то, скажу. Давайте начнём с самых таких вопросов, которые часто задаются. Это «Хочу ли я второго ребёнка?» и «Когда я за вторым ребёнком?» И по поводу моей фигуры, похудения, как я держу себя в такой форме. Первое, по поводу ребёнка. Я очень люблю детей, и, конечно же, я хочу второго ребёнка. Но, честно говоря, я чувствую, что я не чувствую, что я готова ко второму ребёнку. На самом деле это тяжело, это не так, что прям одни цветочки. Это бессонные ночи, это ты о себе не думаешь, в принципе, когда у тебя ребёнок. По сей день нам вот 2 года и 4 месяца моему малышу, Денечке, и я ещё не думаю о себе. Каждый раз просыпаюсь я, просыпаюсь с ним, слежу, чтобы никуда ничего не залез, чтобы он был накормленный, чистенький, чтобы он чем-то развлекался, занимался. Садик — это моё единственное спасение, и бабушка. По выходным — это вот два моих спасения, которые мне очень помогают. И поэтому, если сейчас будет второй ребёнок, то я представляю, что сейчас у меня жизнь такая нон-стоп, и постоянно какой-то такой небольшой стресс присутствует. То сделать, это сделать, в голове вот так вот всегда. Я, в принципе, хаотичный человек. И если сейчас будет ещё второй ребёнок, мой мозг может взорваться просто. Поэтому я хочу второго, но попозже, думаю, попозже. По поводу фигуры моей я уже неоднократно говорила, что особых усилий я никаких не прикладываю. Вы можете посмотреть, у меня же мама стала блогером, ссылку на неё оставлю под видео, кому интересно. И она как раз-таки недавно сняла видео «Возврат в 1996 год». Снимали мы там видео, она 32 года ей была, она была худенькая такая. И, в принципе, тоже спортом не занималась, и в еде никогда себя не ограничивала, насколько я знаю. Это гены. То есть моя мама двоих родила и, в принципе, не прилагала усилий к похудению. Всегда была стройная. Потом с возрастом уже начала набирать вес. Я думаю, что у меня просто то же самое. Никаких специальных диет нет. Только после родов я там сидела на диете. Уже даже забыла, как называется она. Леовид, по-моему. Вот, у меня была программа очищения коробку, там покупаешь. И программа похудения с морепродуктами мне нравилась. Кстати, можно было бы её ещё раз купить, подсушиться, как говорится, да. Но вообще я могу и в Макдональдс пойти, и жирненького поесть, и всё. Просто другой момент, что я немного ем. Немного и нечасто. Я вообще неправильно питаюсь, и мой организм, я думаю, не получает вообще эти витамины. Я за вот это переживаю больше всего. Потому что я всё время занята, всё время что-то делаю. Мне некогда поесть, мне некогда отвлечься. Кстати, у меня немножечко сейчас голос. Такое может быть простывше, потому что я на полупростуде. Вот, такая немножко нездоровая сегодня. Но очень хочется снять для вас видео. Что вас вдохновляет, откуда берутся силы, если ничего не хочется делать? Вот такой вопрос поступил. У меня есть на него ответ. Потому что, да, бывает раз и стопор какой-то, да, нет вдохновения, там нет сил, нет желания. Вроде ты всё делаешь, такое рутинное, да, ну какой-то толчок нужен. Я знаю один секрет, и мне он безумно помогает. Вот что касается, например, блогерства и вообще вот бизнеса, да, зарабатывания денег, я вдохновляюсь более успешными людьми. Меня они очень вдохновляют. То есть вот касаемо блогерства, я могу просто зайти на просторы Ютуба, посмотреть других более успешных блогеров, у которых всё хорошо, которые мне нравятся. Потому что если у них всё хорошо, а мне они не совсем нравятся, то эти люди меня не вдохновят. Другие, вот кто мне нравится и у кого всё хорошо, они меня вдохновляют. Я сразу думаю, блин, и у меня так может быть, и я хочу, блин, какие молодцы, надо что-то делать. И то есть мыслями о том, что я хочу так же или больше, меня возвращают в сегодняшний день, и я задаю себе вопрос, а что сейчас я могу делать для этого? И начинаю делать. То есть я себе по пунктам выписываю, надо сделать это, 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 проверить это, 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 и начинаю делать. В принципе, это касается всех моих желаний и мечт. Например, там, открыть свой шоурум, да, тоже у меня была мечта открыть свой шоурум. И, допустим, хочу открыть свой шоурум, я сначала его расписываю, какой вот он должен быть, потом я постепенно, постепенно, шаг за шагом возвращаюсь к сегодняшнему дню и задаю себе вопрос, что для этого я могу сделать именно сейчас? Не завтра, а вот именно сейчас. Я могу открыть и посмотреть какое-то там пособие. Я могу найти там, просто даже в интернете забить, как открыть свой шоурум. Это уже действие, вот. И это касается всего и повсеместно. Даже если вы там мечтаете стать блогером, точно так же вы можете зайти на YouTube и набрать, как стать блогером. Это вы делаете уже сейчас, и это первые шаги. Вот. И меня вдохновляют, всегда вдохновляли более успешные люди. Если мне хочется внешне как-то поработать с собой, я просто открою Instagram и любуюсь девчонками, смотрю, какие они красивые, и понимаю, что тоже могу такой быть. Надо вот здесь подправить, это подправить. И начинаешь чувствовать себя по-другому. Если вы хотите похудеть, все, открывайте Instagram, смотрите на эти прессики, на этих красивых худеньких девочек, длинные волосы. И все, и начали на себя вклад. Пошли в салон, сделали маникюр, педикюр, позанимались. Сегодня же я могу не есть. Вот прям сегодня же я есть не буду. И не едите. Ну, со мной это очень хорошо работает, то есть вообще не прилагая усилий. Мои мысли и мои глаза, они все делают за меня. Когда я возвращаюсь на сегодняшний день, у меня сразу отбивается желание что-либо делать, если это поесть там, например, да, либо прибавляется желание сделать что-то, почитать книгу, либо посмотреть что-то в интернете, информацию какую-то. Следующий вопрос. Расскажи о книгах или работах по психологии, которые тебе больше всего запомнились. Вот могу вспомнить работу, которая мне больше всего запомнилась, даже две какие-то такие работы, но не конкретно работы, где я зарабатывала, да, а именно моменты, которые я проработала. Я однажды, когда училась на клинического психолога, случайно через каких-то знакомых, так как я интересовалась психологией везде и по всей, местным, меня интересовали еще дополнительные курсы какие-то, более такие, знаете, выжимки знаний каких-то, а не то, что мы в институте пять лет, там не все, знаете, интересно в институте, не все предметы тебе интересны. И мне вообще кажется, что там много, честно говоря, лишнего дают, потому вот это вот пять лет, и за дня в день ты учишься, а в итоге знаний особых никаких не выносят люди. Только на опыте потом курсы какие-то дополнительные, выжимки, дают им конкретный опыт и знания. Но это по-моему личному не ее. И, конечно же, я не обошла какие-то курсы. Так или иначе, меня вывели и сказали, что есть такие курсы риксоновского гипноза, и они очень крутые. Это посоветовала девушка, которая преподавала у нас, то есть преподаватель, которая преподавала у нас, уже не помню, честно говоря, то есть какой-то специальный предмет она преподавала, типа что-то там психологии, просто их много там. Психология того, психология этого, это отдельные предметы, я уже, честно говоря, забыла, это было давно. И она посоветовала этот риксоновский гипноз, сказала, что его в центре преподает преподаватель Гинсбург, по-моему, там был, не помню, короче, точно. Тут что-то какие-то у меня в голове фамилии крутятся, но неуверенная. И, в общем, я попала, заплатила за эти курсы, проходила, по-моему, неделю или две, точно не помню, познакомилась с людьми, и был этот невероятный вообще опыт, честно говоря, который работает сразу и повсеместно. Я думаю, что он реально такой работающий, помогающий, и очень-очень полезный. То есть я уже там научилась водить человека в транс, и работать с его проблемами. Также там учили еще и самогипноз, то есть можно было работать и со своими проблемами. Мы друг друга вводили в транс, то есть мы прорабатывали. Мне кажется, за этот курс, пока мы там учились, мы проработали все свои проблемы и вышли счастливыми оттуда и довольными. И самое классное, что получили сертификат, то есть у меня был сертификат, и я с уверенностью могла проводить это на других. Другое дело, что я этого не делала, возможно, один раз кому-то я проявила такой гипноз. Он абсолютно безстрашный, то есть такой человек находится все равно в коем-каком-то сознании, просто пребывает в трансе. В этот момент и человек, который вводит человека в транс, тоже пребывает в трансе. В общем, все это достаточно контролируемо, и в то же самое время работа с бессознательным. В общем, этот опыт мне очень понравился. Что касается книг по психологии, но для меня самые значимые книги, это были буддийские книги, потому что на самом деле буддийский взгляд, в нем очень много психологии, только которая еще дальше идет психологии, то есть идет еще дальше науки. И в общем, буддизм, он вообще весь о человеке, мне кажется. И в первую очередь, чтобы добиться каких-то результатов буддийском взгляде, да, тебе нужно познать, познать себя, потом ты познаешь людей, и больше, чем там, мне никто не давал знаний. То есть какие-то верхушки в психологии, допустим, они есть, да, какие-то верхушки, ты понимаешь, там человек себя ведет так, из этого следует эдак. А вот в буддийских книгах, например, «Каким все является?» Это просто базовая книга, да, для буддистов, для буддийского взгляда. «Верхом на тигре» есть такая книга. Там именно такое, да, вот углубление, и описание, и вообще весь расклад человеческого взгляда, человеческих чувств, человеческих поступков, от чего, из-за чего, как, то есть от самого истока, да, от самого нуля, я не знаю, до наших дней сегодняшних, почему и что происходит. И мне это в жизни очень сильно помогло. Мне кажется, и этот взгляд помогает мне, и другим людям давать что-то полезное. В общем, вот так. «Как мама воспитывала вас в детстве? Не было ли комплексов у меня в детстве? И как боролась, если были комплексы?» «Мама нас воспитывала очень свободно, достаточно свободно. То есть мы, можно сказать, принадлежали сами себе, от этого был определенный опыт, мы не надеялись, можно сказать, как бы, знаете, в общем, мы принадлежали сами себе, и только на своих ошибках, на своем жизненном опыте нам все приходило в жизни. Может быть, поэтому... И мы жили в таких нелегких условиях, достаточно суровых, и были ситуации в жизни, где приходилось принимать решения, делать выбор. И я думаю, что именно это нас и закалило. И мы с братом достаточно ответственные люди, достаточно добрые, потому что видели в жизни то, как люди могут поступать, как могут делать, и, ну, нехорошие, например, поступки, и на себе испытывали эти... На себе испытывали эти не очень хорошие поступки других людей. И я думаю, что мы с ним одинаково, ну, давали себе какие-то слова и обещания, что мы так делать никогда не будем. То есть, когда человек испытывает боль, и у него достаточно доброты внутри, он, ну, как бы не озлабливается на весь мир и не начинает причинять боль другим. Он просто думает о том, что он так никогда делать не будет. Плачу, как будто такое горе, ёптель-моптель было у меня там. Нет, просто я вспоминаю, почему у меня расстройства идут такие, потому что я иногда вспоминаю, и я же ощущаю, как я была ребёнком, да, и как были какие-то обиды, даже просто от мальчиков элементарные, да, какие-то слова, когда они знали, что им за это ничего не будет, да, там, к примеру. Ну, у меня брат, например, ещё когда совсем мы маленькие были, брат был маленький, да. Только когда мы достигли определённого возраста, у меня появилась братская защита, он возмужал, вырос, и, ну, то есть уже смог меня защищать. А там до этого был период, когда он был ещё маленький, я его защищала. И, конечно же, были моменты очень неприятные. Я как ребёнок просто всё это вспоминаю, и мне наоборот, многих хочется защитить, мне хочется быть доброй к людям и не делать им больно на самом деле. Ну вот. Очень часто даже, когда в отношениях я была, и очень часто в отношениях, когда молодой человек причиняет тебе боль какую-то, бывает, надо показать человеку, как некрасиво он поступает. Ты просто этого не можешь сделать, потому что ты априори знаешь, что это больно. И я на самом деле работала над собой, чтобы быть полезной, потому что в этот момент можно быть мякишем каким-то, да, и грушей для битья тебя там бьют-бьют, а ты, можно сказать, так отпор не можешь дать, да, и показать человеку, в принципе это и полезно, показать человеку, что ты неправильно делаешь, смотри, он не понимает, а ты ему смотри, и делаешь ему обраточку, он понимает, и раз, и гармония наступает на какое-то время. Ну, к примеру. В общем, ладно, это я отвлеклась. Воспитание вообще в целом у нас было очень хорошее. Я благодарна маме, что она нас воспитала такими, какими мы есть, и именно, возможно, то, что она давала нам эту свободу, и я очень рано почувствовала себя на самом деле ответственным, самостоятельным человеком. Мама мне уже в детстве говорила, что я тебе доверяю, я знаю, что ты сделаешь все правильно, еще когда я была маленькая. И, честно говоря, эти слова, они вселяли в меня еще больше ответственности. То есть, я должна была себя вести так и делать все так, чтобы мной гордились. Потому что в меня верят уже как правильного человека и ответственного. Я должна так себя вести. Короче, на самом деле, это психологический ход. Не знаю, мама вряд ли, наверное, я думаю, она и правда верила в то, что я такая и видела все это. Но сейчас я знаю, что это один из психологических ходов ребенку своему, или друзьям, подругам, не важно. Если вы видите, что они как-то поступают неправильно, похвалите их, наоборот. Ну, допустим, если вы хотите, чтобы человек, вот он безответственный, к примеру, вы хотите, чтобы он был ответственным, скажите ему о том, что он ответственный, что он очень ответственный и что вам это очень нравится в нем. И он почувствует, что он должен быть таким, может быть, он и не ответственный. Но вы просто найдите момент, когда ему сказать об этом, и это отложится у него. Если вы увидите, допустим, человек злой, и очень часто агрессирует, И вы в какой-то момент увидите его доброту И скажите ему, что он на самом деле очень добрый человек И именно это вы в нем любите И он это запомнит И у него будет ответственность за то, чтобы быть добрым Потому что это хорошее качество И когда люди такое говорят друг другу, им нравится Про щедрость то же самое Если человек, например, скупой такой, жадный где-то Увидьте, что он сделал что-то такое И прямо оцените, акцент на этом сделайте И скажите, что он такой щедрый вообще Никогда ничего не жалко Я восхищаюсь твоим этим качеством Вот, ну в общем можно тогда работать По поводу комплексов Я была в детстве очень закомплексованная Нет, ну, все очень относительно У меня были комплексы по поводу моей фигуры Я была в детстве очень-очень худая Люди думали, что меня не кормят И что я умираю И меня это безумно бесило И до 16 лет у меня там ничего не росло Нигде, и мальчики на меня не обращали внимания Я из-за этого очень комплексовала Но при том, при всем, в 16 лет То есть я и комплексовала И при этом я была достаточно уверенная в себе Я не знаю, почему Это вот внутри, видимо Тут уже фигура, как бы другие моменты И все равно Да, первый мой парень Я нашла себе парня Я пошла, его добилась Я знала, что он будет со мной встречаться Я знала, что я ему понравлюсь Такая, какая есть Не знаю, почему То есть я шла на параллелом к своим целям Как я боролась с тем, что у меня фигура худая какая-то Ну, просто подождала Я знала, что это возраст Наверное Мне кажется, это единственный комплекс был Просто возраст Мне нужно вырасти Все округлиться Вот А что касается моих знаний Да, комплекс Ну, то есть У меня были, да Тоже были какие-то комплексы В общении с мужчинами и так далее Я не знала, что говорить Как себя вести Вот Ну, я на это всю жизнь положила Блин Чтобы уверенности Уверенность была у меня Чтобы я знала, как с мужчинами общаться И И И Всегда шла к тому Чтобы ситуации были всегда мне подконтрольными Чтобы я не оказывалась в ситуации Когда я не знаю, что делать Что сказать Следующий вопрос Как побороть страх смерти и старости? И веришь ли ты в то, что после смерти нас ждет другая форма жизни? Как побороть страх смерти и старости? Ну, лично Я никогда не задумывалась о том Чтобы прям вообще Я очень боюсь старости или смерти Прям вот такое, да И я рано столкнулась опять же с буддийским взглядом И мне он очень понравился И Вместе с этим взглядом Просто я Ну, как-то поняла и осознала Что Есть вещи неизбежные Люди болеют И все мы умрем Все мы умрем Тут паниковать нечего Тут как бы нужно это принять И самое интересное Что Все мы живем разное время Нам всем кажется Что мы умрем когда-то Там Когда мы будем старенькими И хорошо, чтобы Не болели при этом, да Но Оглядываясь по сторонам Мы видим, что люди умирают Умирают от алкоголя От наркотиков От любви Там, да Вскрывают все вены Там, я не знаю Ну, разные причины От болезней И так далее Кто-то уходит раньше Кто-то позже И сам факт А кто-то случайно Вообще Аварии Сколько, да И всего этого И Ну, то есть Я понимаю, что Есть вещи неизбежные Ну, как бы Мы можем В той или иной степени Повлиять как-то На продолжительность Нашей жизни Это уже тоже Буддийский взгляд Кармические моменты Как бы Как Отчистить свою карму И все дела Но сам факт Что мы все умрем Тело наше умрет Потому что В этой жизни Нет ничего постоянного Просто эти моменты Как бы Этот взгляд Я его придерживаюсь Он мне нравится И, конечно же Когда читаешь книги Ты все больше укореняешься Укореняешься Все больше это приходит Потому что Ну, много об этом говорится И все больше Оно как-то вот Внутрь тебя осаживается И да Ты можешь испытывать Где-то какие-то эмоции Там, еще что-то Но саму суть Ты понимаешь Вечно жить Никто не будет И самый момент Из этого Да Что можно сделать Полезное Как бы Да Просто бояться смерти Как бы Ну, смысл всего этого Все мы умрем Да Факт Факт Приняли А что бы Можно было бы Сделать полезного Как бы Можно было бы Можно ли пережить Эту смерть Осознанно Как-то Да Вот такие вопросы Я задавала А что после смерти Мы умрем Что дальше Есть отличная книга Тибетская книга Мертвых И там описывается Как раз таки Колесо сансары Такое Где как раз таки Описывается Вот это рождение Жизнь Умираем Что происходит Во время смерти И опять рождение И опять жизнь Умираем То есть Буддийский взгляд Говорит о том Что все происходит Вот так вот По кругу Мы Рождаемся И умираем Рождаемся И умираем То есть Наша кармическая Наш кармический Такой вот ум Можно сказать Да Он идет Из жизни в жизнь Он меняет тела И какое тело Какая будет у него жизнь Какие будут у него привычки И более-менее Это все складывается Из-за его кармы А карма складывается Из-за его мыслей Речи И поступков И все это Из безначальных времен То есть Там настолько Запутанные Хитросплетения Которые Конечно Очень сложно Все это Очистить Вырваться Из этого круга То есть Это для того Это говорится Для того Что это очень Сложно Вырваться Из этого круга Но Вырваться можно Вот в такие детали Я вас посвящаю Да Но вырваться можно И нужно много работать И Бывали люди Которые в течение Одной жизни Достигали Каких-то совершенств Со своим умом Выходили За какие-то пределы Осознавали Какие-то вещи Но Вообще Это не так быстро И Возможно Предстоит Несколько жизней Для того Чтобы Все это Очистить И выйти Из этого круга Как я Стараюсь Как я Не боюсь Смерть Я думаю Что я ее Где-то боюсь Наверное Не хочу Конечно же Умирать Но я сейчас Работаю над тем Чтобы Этот процесс Сделать Как можно Более Осознанный Чтобы Более Быть уверенной Что ли Что будет После смерти Куда я попаду Какие-то Связи Стараюсь Ну Связи Создаю Здесь С вами Связи То есть То что я Блогер И то что Вот у нас Есть такая Связь Со многими Людьми То есть Вот я В своем Обличии Очень многим Людям Что-то в жизни Привношу Кому-то Пользу Кому-то Может быть Кто-то Меня не любит За что-то С кем-то Я повстречалась Что там У нас Энергиями Обмен Какой-то Происходил Это все Будущие Связи Конкретно Что эти Связи В будущем Дадут Неизвестно Но это все Будущие связи И конечно Если человек Делает что-то Хорошее Больше Хорошего И полезного То в следующей Жизни Это как-то Обязательно Перенесется И будет Все это Взаимодействовать В общем Поэтому В этой жизни Я стараюсь В этой сознательной Жизни Я стараюсь Делать Как можно Больше Хорошего Полезного И мыслить Позитивно И хорошо И говорить Все хорошее И полезное И соответственно Действовать Поэтому Из-за всего Этого взгляда Такого Глубокого Большого Это еще Так поверхностно Рассказала К смерти Я отношусь Так Ну то есть Я не боюсь Этого слова В принципе Легко и просто Могу об этом Разговаривать Следующий вопрос Кем бы хотела Работать Если не блогерство Как относишься К домохозяйкам Если нет детей Нет работы К домохозяйкам Отношусь нормально Нет детей Нет работы Не хочу работать Ничего не хочу делать В принципе Нормальная позиция Единственное Что для меня Она всегда была скучная Ну скучно Сидеть дома Не с детьми Не заниматься Не работать При этом А что делать Убирать только Вообще Честно говоря Чисто по домохозяйству Ну это не интересно Какая польза Ну разве что Если вы с кем-то живете Кто-то приходит В чистую квартиру Но вы живете Не для себя Не ну если нравится Начищать там все это Ну не знаю Как бы я нормально отношусь Главное чтобы человек Кайфовал Не причинял никому вреда У меня всегда Такая позиция была Да Поэтому Как мне его осуждать Или еще что-то Но это никогда Не было для меня Мне нужно что-то создавать Мне нужно Быть полезной Мне хочется быть услышанной Увиденной И в принципе Я не могу сидеть Вот дома Мне всегда надо выходить Мне надо общаться С людьми Я такой вот Экстраверт Я такой человек Как бы Везде Вот так вот Поэтому И я вообще не люблю Быть домохозяйкой Я не люблю убирать Готовить Стирать Вообще Вещи Я вообще не люблю делать А если кому-то нравится То ради бога А кем бы я хотела работать Если бы не блогерство Ой Ну у меня есть Какие-то такие мысли Мне бы хотелось Петь Где-то выступать Я представляю Может в клубах Какие-то знаете Там Тематические вечеринки То есть Ну то есть Написать Несколько там Песен Может быть С ними Погастролировать Я просто сейчас Я могла бы Это все осуществить В принципе Это достаточно реально Но Так как у меня Блогерство Отнимает очень много времени И мне оно более комфортно Внутренне Да Я себя чувствую здесь Вот в своей тарелке А что касается Вот таких концертов И выступлений Я немножко зажимаюсь У меня страх сцены И так далее Поэтому я как-то вот откладываю Как бы хочу в будущем Да Может быть получится Вот Ну как-то не рвусь туда в бой Все должно быть Естественно Само собой Но если бы не блогерство То возможно Я бы в эту степь Больше окуналась То есть я бы Больше занималась вокалом Больше бы писала Больше бы создавала Больше бы знакомств делала Больше клипов бы снимала И конечно В этом направлении бы работала Дралась ли ты Когда-нибудь с кем-то Ну вот так Чтобы прям дралась Дралась У меня прям такого не было Пару раз я помню В своей жизни Но это скорее Можно назвать Защищалась То есть я человек На самом деле Не агрессивный Не люблю рукоприкладство Не люблю драки Вообще не люблю агрессию И вот это вот Все дело То есть Я потом Ну не очень хорошо Се чувствую После таких вещей Но Даже до последнего Можно сказать Старалась бы Избегать этих моментов Но если я вижу Что ситуация требует Какой-то моей отдачи Требует какой-то Моей такой энергии То я ее Конечно отдам И в жизни Было два таких Было в жизни Две такой ситуации Первая ситуация Была в школе Когда Ну у нас был там Разлад в школе один И одна девочка Я уже рассказывала Где-то Одна девочка Которая Так была Можно сказать На побегушках Там У девчонок У девчонок Типа там Крутых Да Они ее подстрекали А та бегала За мной И хватала То за юбку То за хвост Короче Пыталась Вывести меня На эмоции Да Я до последнего Как бы не обращала Внимания Не обращала Потом просто бросила Портфель Побежала за ней Схватила ее за грудки И говорю Нет Еще раз Ты ко мне подойдешь Я тебя убью Ну что-то в этом роде Я ей сказала Да Я помню Что мы где-то там Возле туалета встали Собрались Все вот так Люди И даже помню Что Какое-то Уважение Что-ли Я увидела в глазах Этих подстрекателей Которые ее подстрекали Что я Ну как бы взялась И вот ответила После этого Она меня не трогала Ну и в принципе До драк больше Не доходило То есть это одна Такая ситуация была И вторая ситуация была Это Ну тоже Я не буду вдаваться В подробности Это уже Такая более взрослая Наша жизнь Где Еще более взрослый человек Да Мешал нам жить С братом И просто В один прекрасный момент У нас такой был Еще переходной возраст Знаете Дети и взрослые Мы были между детьми И взрослыми И мы просто Собрали Себя в кулак И я говорю Брату Надо То есть надо Человеку задать То есть мы Все это время То боялись его Потом не хотели Трогать Этого человека Который мешал нам жить Это был взрослый мужчина То есть да Чтобы вы понимали А брат мой Только-только Вот Сколько ему лет Там было Я не знаю Тринадцать Пятнадцать Сколько ему лет Было Он еще маленький Был Но он уже Ну как бы Возмужал Вот И мы в общем Вышли на улицу На разговор Я уже понимала Что мы будем Применять силу Физическую И мы два Вот можно сказать Маленьких Таких человека Как бы Ну в основном Брат мой Конечно Вот Но даже не то Чтобы драка Просто дали По лицу Человеку И все Я просто Была вдохновителем Мне кажется Это вообще Его первый удар В жизни Был Моего брата Но после этого Нас уже не терроризировали Этот человек Ушел из нашей жизни Потом Навсегда Ну то есть Это была защита Нас долго Долго терроризировали Когда ты становилась Блогером Ты была уверена Что все получится Девочки Да Была уверена Не только я Был уверен Еще мой друг Который постоянно Мне говорил Ты должна стать блогером Это твое Мне кажется Тебе очень понравится Но я в принципе Смотрела Когда на блогеров Других Я понимала Что Ну как бы Это мое Мне есть о чем Рассказать Я знаю Как говорить Я прекрасно Чувствую себя В кадре И Да У меня сомнений Не было Все получится Однозначно Веришь ли ты В гадания На картах Тару Ой Девчонки Есть разные гадания Верю я Или не верю Ну то есть Верить не хочу Вот так Что прям Знаете Мне кто-то скажет Что у тебя там Будущее какое-то Там тебя ждет Или еще что-то Ну я не поверю Потому что Своё будущее Я строю сама Своё настоящее Как бы я знаю Единственное Что бы Если бы я поверила В карты Тару Или любые Другие гадания Если бы человек Наедине мне Рассказал о моём Дружбе Я рассказал бы Какие-то такие Детали Которые Например Не знает Никто Да Или знают Немногие Было бы интересно Тогда бы я То есть Когда я человека В первый раз Он меня видит В первый раз И начинает Рассказывать Мне не вокруг До около А очень ясно И чётко Вплоть до имён Понимаете Дат И цвета Одежды Да Если бы такое Я Конечно поверила Но пока что На моём Опыте Не было такого Но я и к гадалкам Не хожу Потому что Ну смысл То есть Я бы на гадалкам Ходила Только ради проверки То есть Вот так я не верю Что я сейчас приду И мне что-то там нагадают И это будет Судьбоносным Моим каким-то гаданием Не хочу Не хочу Чтобы кто-то Потому что Я вижу Сколько гаданий Всяких происходит Люди Хорошие психологи Ещё умеют Как-то влиять Там Кто-то зарабатывает Деньги Кто-то как-то Не знаю Кто-то может Интерпретировать Что-то не так Поэтому А это всё Очень влияет На нас Да Скажут тебе Что ты там умрёшь Или что там У тебя будет Какой-то мужчина Рыжий Например Да С тобой рядом Брюнет И как ты будешь думать И жить с этим моментом Всю жизнь Ну короче Нахрен оно надо Поэтому Я всё уверенно И полагаюсь Только на себя Мне не надо Ничего предсказывать Сама предскажу Кому что надо И себе тем более Вот А ради проверочки Было бы интересно Сказать И последний вопрос Как видишь В дальнейшем Свою жизнь Девчонки Жизнь я в дальнейшем Вижу свою Вообще Супер Мега Прекрасную Я вижу Что у меня много денег Я вижу Что у меня Дом Полная чаша Как говорится Любимый рядом Дети вокруг бегают Бабушки Дедушки Как-то всё дружно Всех всё хорошо Это самое важное У всех есть Где жить Что есть У всех есть возможности Пусть это будет благодаря нам Или не нам Не важно Но у всех всё хорошо Если у нас всё хорошо По-любому У всех должно быть всё хорошо Вот И я вижу путешествия Вижу красивую жизнь Красивые виды То есть то, чего я хочу Я хочу Счастливые лица Близких людей Да То есть Ну это конечный результат Такой Счастливые лица Близких людей Моих всех Это и родственников Друзей Всех-всех-всех Кому Возможно Повлиять на жизнь Я в своих глазах Вижу Эти улыбки Счастья Я в своих глазах Вижу Красивые виды Горы Моря Небоскрёбы Я вижу рядом Успех Запах денег Всё это Что-то новое Постоянно Чувствую энергетику Хорошую Впечатления хорошие Все вокруг здоровые Вот А как к этому прийти Опять потихоньку Потихоньку Возвращаясь К сегодняшнему дню Я понимаю Что нужно Работать Для того Чтобы я успешно Работала Мне нужно тоже Быть здоровой Поэтому сейчас Я пойду И выпью Полдрекс Также продолжать Снимать видео Штутировать интернет Находить новые Идеи Быть на связи Со своими близкими Следить за тем Чтобы у них Всё было хорошо Потому что Я недавно так заметила Что Ну так задумалась Да Вот у меня там Всё хорошо Да не дай бог У кого-то из близких Что-то со здоровьем Или ещё что-то Твоё хорошо Всё меркнет Всё, мои хорошие Вот такой вот Вопрос-ответ Надеюсь Вам понравились Мои ответы Может быть Кто-то узнал Обо мне ещё Что-то новенькое Пошла лечиться А вас люблю Целую И прощаюсь До следующего До свидания Субтитры сделал DimaTorzok